Всем привет, дорогие игроки SmartRP! Ну что, ждали первое обновление? Мы тоже! Прошло почти два месяца с открытия нашего проекта, и несмотря на все трудности, с которыми нас сталкивали конкуренты за это время, мы продолжали, продолжаем и будем продолжать двигаться вперед, гнуть свою линию, показывать вам новый уровень работы. Ведь мы не из тех, кто сидит по полгода или годами на месте, нам хочется воплощать все свои и ваши идеи как можно скорее. Именно поэтому уже в конце этого видео будет огромный спойлер из второго обновления, которое прямо сейчас в разработке у нашей команды. Это будет то, чего ты еще никогда не видел на других проектах, и этого точно не будет у них в ближайшее время. Мы сделаем огромный прорыв в мобильной сфере. Это будет невероятно, но обо всем по порядку. Итак, дамы и господа, встречайте, наше первое обновление, которое будет добавлено в игру уже 8 октября в 17.00 по московскому времени на ваших экранах. Начнем с крупного. Мы слышали, что вы хотите больше бизнесов и развлечений? Не проблема. Теперь на нашей карте около Рублевки находится новый бизнес-клуб под названием «Меркурий», где ты сможешь проводить время с сотнями других игроков под движовую музыку. Кстати, о музыке. За отдельную плату можно поставить свою музыку у диджея. На твой выбор будет несколько радиостанций, три плейлиста нашей музыки на любой вкус и возможность поставить собственную музыку по прямой ссылке. Конечно, мы не забыли про бар, где можно купить себе... Кхм-кхм, сука! Или чего-нибудь перекусить. Стоп! А ты точно оценил интерьер клуба? Что скажешь? Видел где-нибудь такой? Все еще хочешь играть в пиксели на других проектах? Или пора начать уважать себя и сделать правильный выбор? А мы как раз подарим тебе бонусный промокод «Обнова-1» и расскажем про второй пункт обновления. Новая работа инкассатором. Да-да, та самая работа инкассатором, которую вы все так просили нас сделать. Устроиться на нее можно около центрального банка Арзамаса с 13-го игрового уровня. Для начала работы обязательно нужен напарник. Прописав команду «Слэш-напарник» и предложив другому игроку поработать с тобой, вы начинаете свой рабочий день. Суть работы проста. Водителю высвечивается чекпоинт на миникарте, куда нужно ехать. По прибытию на место напарнику нужно взять мешок с деньгами около банкомата и положить его в багажник микроавтобуса. Далее у водителя высвечивается метка, куда этот мешок нужно доставить. И опять же, по прибытию на место напарник должен отнести мешок в банк, после этого вы оба получаете неплохую оплату. Чуть не забыл. Статистика работы. Чтобы вам было интересно работать, мы начинаем добавлять статистики работ по команде «Слэш-воркстат». Сейчас в ней есть две работы, на которых вы сможете прокачивать уровень работы и с каждым повышением уровня зарабатывать больше. Одна из них — это инкассаторы. Совершай больше маршрутов, прокачай свой уровень и зарабатывай больше. А теперь давай с тобой сыграем в игру. Нет, я серьёзно. Давай сыграем, ведь в компьютерном клубе появилась игра дуэли. Залетай, я создал. Создание своей комнаты, выбор количества раундов, игроков, время, приз, который получит победитель. О таком можно только мечтать. Слушай, ты не против, если я немного ускорюсь? Ведь в обновлении было много чего сделано, и мне надо успеть рассказать всё. По всей нашей карте были расставлены знаки дорожного движения. И, внимание, даже тут мы запарились ради вас, любимых игроков, и сделали, чтобы вы могли сбивать знаки транспорта. Сбитие знаков будет видно и всем другим игрокам, поэтому игра в боулинг объявляется открытой. Музыка в транспорте Теперь появилась возможность послушать музыку в транспорте. Ну, изначально купи автомагнитолу в донате во вкладке «Прочее», оформи там же подписку на музыку, и уже потом наслаждайся треками радиостанций, треками нашего плейлиста, или вовсе включай свою музыку по ссылке, создавая собственный плейлист из любимых композиций. Тени от зданий Ммм, погоди, чего? Тени от зданий даже на самых слабых устройствах и без потери FPS? Именно так. Мы любим удивлять своих игроков, и в этом обновлении экспериментально улучшили графику, добавив тени от объектов на нескольких локациях нашей карты. А в следующих обновлениях мы планируем добавить тени по всей карте, чтобы наши графики теперь точно завидовали все. Согласитесь, выглядит круто. Хотя у нас не бывает иначе. Смена названий семей. Теперь, если ты захочешь сменить название своей семьи, это можно сделать в донате во вкладке «Прочее». Покупаешь услугу, вводишь новое название семьи, и дело сделано. Целых 13 новых машин. Новенькая BMW M4 G82 Яркая Chevrolet Camaro SS Солидный Ford Raptor Быстрая Lamborghini Countach Мощная Mercedes-Benz G63 6х6 Пушечная Audi e-tron Надежная Audi Q7 Гоночная Audi RS7 в новом кузове Легендарная Nissan GT-R R35 На тюнинге Nismo Старенькая Volvo 740 Атмосферный ГАЗ-53 Рабочая Газель И инкассаторский Ford Transit для работы инкассаторов Выбор места спавна при заходе в игру Вы все просили нас реализовать систему выбора спавна при заходе в игру. Мы вас услышали! Теперь при каждом заходе в игру у вас будет диалог с выбором места спавна, стандартное меню, стандартное место, то есть вокзал, недвижимость, фракция, семья, организация или место выхода. 15 новых аксессуаров Мы заметили, как вам понравились наши необычные аксессуары, особенно маски, и в этом обновлении сделали упор именно на них. Добавлено 15 новых аксессуаров, найти которые можно в донате во вкладке «Аксессуары». Советую заценить. О, да, новая мини-карта! Только посмотри на нее, как же красиво она выглядит! На ней прорисовано все, что может быть прорисовано. Это может казаться мелочью, но посмотри, как она добавляет атмосферы в игру. А ты уже встречал своего любимого блогера на наших серверах? Вот бы пожать ему руку, думал ты. Теперь сможешь. Добавлена команда «Слэш Хай» для рукопожатия с другим игроком. По многочисленным просьбам в навигатор добавлены места ближайшей аренды скутеров, что сделает игру еще информативнее. Добавлено 55 новых треков в JBL-колонку на любой вкус. Все предложения по музыке мы брали с нашего официального форума и из нашей беседы ВКонтакте. Поэтому не бойтесь предлагать свои идеи по улучшению проекта. Мы готовы их осуществлять. Расширен биндер с 10 до 20 ячеек. Лютые РПшники на месте? Дерзайте! Чтобы не было путаницы с командами нашего проекта, теперь при написании в чат команды, которой нет на сервере, ты получишь уведомление в чат, что данной команды не существует. Многие из вас жаловались на случайные клики по кнопке покупки аксессуаров в магазине аксессуаров. Теперь это исправлено. При покупке аксессуара будет дополнительно спрашивать, готов ли ты купить выбранный аксессуар. Исправлена проблема с пересечением кнопок интерфейса, таких как бег, посадка в автомобиль, прицеливание и другие. Добавлена возможность вернуть стоковые диски машины в тюнинге. Краши, вылеты. Мы редко, но все еще слышим о них. Наша цель по максимуму избавить от них. И теперь даже единичные краши игроков должны нас покинуть, ведь мы снова очень плотно проработали над их устранением. Будем ждать ваших отзывов. Над устранением краши мы проделали огромную работу и рассчитываем, что это даст результат. Наши игроки не понаслышке знают, насколько мы оптимизированный проект. Но мы снова решили поработать над оптимизацией и завозим дополнительную оптимизацию всех интерьеров проекта без потери качества. Добавлена возможность большего занижения транспорта в тюнинге. На подземной парковке ГИБДД и Братвы добавлено больше автомобилей. Вид от третьего лица на трамвае Трамваи — уникальная разработка нашего проекта. Их нет нигде. Поэтому, прислушавшись к вашим советам и просьбам, мы в самые короткие сроки выкатили вид от третьего лица на трамвае, чтобы вы полностью почувствовали этот кайф от езды на рельсовом транспорте в окружении шикарных видов нашей карты. Поставлен новый загрузочный экран при входе в игру. Исправлены все известные баги семей. Транспорта, дюпы, предметов через инвентарь, баги контейнеров, охоты, работ. Сделан фикс телефона при звонке в транспорте. Исправлены орфографические ошибки. Исправлен баг с бензином, пробегом и еще множество других изменений и нововведений, которые были сделаны за два месяца работы проекта только по игровому моду. Без учета огромного количества изменений и нововведений по лаунчеру, клиенту, сборке, карте, веб-части и многому другому. И это далеко не наш предел. Скажем больше, это даже начало. Мы уже освоились, поняли ваши требования, пожелания и теперь с каждым обновлением будем повышать свою планку. Поэтому нашим игрокам советуем пристегнуть ремни. Будет жарко! А кто еще не с нами, вам предстоит сделать выбор. Идти вперед с теми, кто может дать тебе больше и для кого ты смысл всех начинаний или продолжить медленный путь к тупику, сопровождающийся безрезультатными обещаниями. Только вдумайтесь, какая колоссальная работа уже была проделана по разработке нашего проекта. И все ради того, чтобы вместе с вами стремиться к чему-то новому, одолевая те трудности, от которых убегают наши конкуренты. И напоследок, в начале видео мы обещали вам глобальный спойлер из второго обновления, который покажется невероятным, чего вы никогда и нигде не видели и не увидите в ближайшее время. Что сделает прорыв в сфере мобильных проектов, о чем вы все так давно мечтаете? РЖД! Станции, вагоны, подземные тоннели, железная дорога по всей карте, контактные сети — и это все в твоем мобильном телефоне, уже в нашем втором обновлении. Мы первые, кто решился осуществить такую идею и уверены, что за нами будут пытаться повторить. Но знайте, что первопроходцами стали именно мы. Следите за новостями нашего проекта на наших официальных ресурсах. И, конечно же, приглашаем всех оценить наше первое обновление игры уже 8 октября в 17.00 по московскому времени вместе с бонусным промокодом «Обнова1». Выбирайте лучшее! Выбирайте SmartRP!